Добрый день, уважаемые слушатели. Рада вас видеть и слышать. Давайте тоже проверим мою связь. Если вам хорошо меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, в чат «плюс». Все, благодарю. Общий уровень звука у всех хорошо. У кого слишком тихо, пожалуйста, регулируйте на своих компьютерах. Мы начинаем. Тема сегодня очень интересная. Я видела в чате уже пожелания творческого дня и вечера. Я думаю, что сейчас у нас получится встреча очень творческая. По крайней мере, я предполагаю несколько таких практических моментов. То есть мы с вами тоже покреативим. И очень бы хотелось, чтобы вы приняли в этом участие. Тогда это будет весело, интересно и более понятно, что же такое творческие способности. Сразу же хочу сказать, что поскольку я психолог, я буду рассматривать этот вопрос по своей колокольне и расскажу больше о психологических каких-то вопросах этой темы. Но это не значит, что практики не будет. Практики будет достаточно. То есть вторая часть вебинара – это описание разных практических упражнений. Я специально набирала упражнения очень разные, чтобы вам было из чего выбрать и чтобы вы понимали, каким образом можно развивать творческие способности для школьников и младших школьников. Но самое главное, мы с вами должны ответить на два вопроса. Понять, что такое творческие способности и выяснить, зачем их все-таки у детей развивать. Ну, что такое творческие способности? Если взять наиболее простое и понятное определение, то это способность человека создавать новое, принципиально новое, то, чего еще в природе не существовало. И в культурной жизни человечество не существовало тоже. Это типично человеческое свойство, которым в природе больше не обладает никто и ничто. Ну, и здесь я привела две цитаты, которые мне очень нравятся. Я не ищу, а нахожу. Вот по-другому творчестве сказать, наверное, невозможно. Потому что творчество в какой-то интуитивной работе, благодаря которой появляется внечто новое. И еще одно замечательное высказывание из книги «Кради как художник» у людей есть один чудесный недостаток. Мы не способны делать идеальные копии. Ну, можно сказать, что как раз наша неспособность делать идеальные копии, наша вариативность и привела к тому, что мы выделились из всего живого мира и стали действительно тем, кем стали. Человеком и человечеством. Ну, и теперь хочется ответить на вопрос «Для чего?». Ну, для чего тоже, я думаю, что у вас у всех есть соображения свои. И я думаю, что то, что сейчас скажу, не совпадет с вашими пониманиями тоже. Смотрите, что у нас сейчас происходит в нашем мире. Все чаще и чаще говорят о том, что большинство профессий, которые сейчас находятся по популярности, лет через 50 исчезнут совсем. Вот те профессии, которые были очень популярны буквально недавно. Такие, например, как профессия юриста, бухгалтера. Такие профессии, в которых легко было войти молодым, ну, допустим, сотрудник колл-центра. Та профессия, с которой начинают карьеру иногда молодые люди. Или кассир, или таксист. Вот эти профессии, они исчезнут, потому что сейчас создаются очень умные машины, которые вполне себе человека в этих профессиях могут заменить. То есть все, что связано с копированием известных уже технологий, это будет заменено машинами. Но те профессии, в которых присутствует креативность, то есть способность создавать нечто новое, они еще очень и очень долго, если не навсегда, останутся чисто человечественными. И как раз люди, у которых креативность как качество хорошо развиты, они будут в этом мире процветать и не будут опасаться, что когда-нибудь придет робот и лишит их рабочего места. Ну, и сейчас уже понятно, что люди, способные к креативности, они уже выделяются из массы других людей и все больше и больше начинают процветать, выходить вперед и создавать новый какой-то класс креативных людей. Ну, и даже если человек не выбирает творческую профессию, то если у него творческое мышление развито хорошо, то он получает преимущество перед другими людьми. Какое? Смотрите. Креативность – это свойство, которое помогает человеку очень быстро подстраиваться к изменяющемуся миру. Условия изменились, он чем-то новенькое придумал, и вот он опять на конец. Поэтому, я думаю, что вы со мной согласитесь, наш мир, он изменяется очень быстро и часто очень резко, и люди, у которых вот это качество развито, они подстраиваются вот этот мир легче. У человека, который обладает креативностью, есть много механизмов адаптации к новым условиям. То есть он не просто адаптируется и подстраивается, он еще выбирает, каким образом это лучше, экономнее и безопаснее для себя сделать. Точно так же легче такие люди меняют профессию и сферу деятельности. А сейчас социологи говорят о том, что вот те детки, которые сейчас уходят в детский сад или обучаются в начальных классах школ, за свою жизнь рабочую сменят ни одну, ни две, а где-то 15-20 профессий, и в каждой профессии им придется обучаться заново. Поэтому человек, у которого развито творческое мышление и который может легко обучиться новым навыкам, он тоже будет преуспевать. Что еще важно? Человек, у которого всегда есть много вариантов решений, он в состоянии сделать более правильный выбор. Ну и коли он знает, что всегда вариантов много, то страхов и тревоги у него гораздо меньше. Это чисто психологический момент. Очень часто мы с клиентами об этом говорим. То есть когда человек понимает, что у него один выход из ситуации, ему становится очень страшно. Потому что если этот выход не увенчается успехом, то все это крах в жизни. А если у человека 5, 7, 12, 100 разных вариантов выхода из ситуации, тогда он не боится, он просто пробует эти варианты, играет с ними и действует в жизни очень спокойно. Ну и если подвести итог, то развитое творческое мышление, оно повышает качество жизни, как детей, так и взрослых. Ну и если добавить еще своих слов, то вот этот переход в область игры, в область творчества, он делает жизнь более легкой, более счастливой. Ну и значит, жить такому человеку становится лучше. Теперь очень хорошая информация именно для педагогов дошкольных поведений. Вот самый хороший период для развития творческой способности – это период от 3 до 5 лет. Потом, конечно, тоже творчество, креативность не пропадает вот так вот резко, но снижается. То есть у деток 6-7-8 лет креативность снижается для того, чтобы потом, выждав некоторое время, сделать второй пик, который приходится на поддосковый возраст. Почему именно 3-5 лет – это взлет креативности? У ребенка уже есть возможность познакомиться с внешним миром. Он знает достаточно много об окружающем мире в разных его областях и уже может оперировать этими знаниями. У ребенка уже начинает работать воображение, то есть он уже способен что-то сочинять. У ребенка уже есть возможность вербальной коммуникации, то есть есть не только внешняя речь, но и внутренняя речь, с помощью которой организуется наше мышление. Мышление тоже начинает работать. Но в этом возрасте, вы наверняка знаете, что детки в этом возрасте непоседливые, очень в этом возрасте еще нет такого сформированного адаптивного поведения. Оно вот как раз за этот период и формируется. И детки после 5-6 лет, они уже гораздо более подслушные, с ними проще справляться, но творчество пропадает, потому что появляются нити поведенческие схемы, он знает, как делать, он знает, как вести себя, как обращаться с разными материалами, как обращаться словами и уже начинают эти схемы копировать, повторять. И как раз вот с этим связано то, что немножечко творческая активность засухает на время. Что способствует развитию креативности? Широкий доступ к разнообразной информации. То есть, что такое творчество? Это, конечно, создание чего-то нового, но создание из того материала, который у ребенка есть. Чем больше материала мы ребенку предоставляем, тем больше возможностей у него перекомбинировать этот материал для того, чтобы создавать нечто новое. Дальше. Естественная и простая обстановка. Почему естественная и простая, чуть позже скажу, это тоже очень важный с точки зрения психологии момент. Ну и я думаю, что можно будет это учесть в вашей работе. Образцы креативного поведения. То есть, ребенок уже знает, что людям свойственно творить. Он видит, как другие это делают, что получаются прекрасные результаты, и тогда ему хочется повторить. Отсутствие жестких условий задач. Что же я об этом скажу? Поддержка любознательности. То есть, когда желание задавать 100 миллионов вопросов, находит поддержку у взрослых, ребенку отвечают на его вопросы и помогают определиться в этой окружающей действительности. Поддержка независимых поступков. Вот с этим уже сложнее, потому что, хотя мы сами достаточно свободолюбивые люди, когда дело касается воспитания наших детей, почему-то в голове мигом всплывают старые схемы, по которым нас воспитывали, и очень сложно разрешить себе не сделать замечания, разрешить себе посмотреть, как будет действовать ребенок, что он сделает и что из этого получится. Ну и самое главное, безопасная обстановка, о чем тоже я вам расскажу поподробнее. Что препятствует развитию креативности? Излишний конформизм. То есть, когда дети по каким-то причинам не хотят выделяться из среды окружающих людей, но не хотят выделяться, потому что уже понимают к какому-то возрасту, что это довольно опасно и не всегда приятно. Цензура, когда что-то можно, что-то нельзя, некая ригидность, когда есть уже привычные вещи, и ребенку они нравятся, они кажутся целостными, и это не позволяет ему совершенствовать эти вещи. Торопливость взрослых, то есть, когда мы предлагаем ребенку дать ответственность прямо сейчас. Здесь тоже очень важный момент, который касается творчества. Любой творческий акт, он нуждается в неком времени отдыха, во время которого как раз и происходит вот это вот рождение предмета творчества, или рождение идей, или замысла, или уже ребенок понимает, как сделать нечто новое. Когда мы говорим быстро-быстро, ответить прямо сейчас, что ты там придумал, вот этого времени у ребенка нет, но и он выдает на автомате первый попавшийся какой-то ответ, который не всегда будет его истинным творчеством. Слишком жесткие требования к детям. Ну и, что очень важно, низкий уровень творческих способностей у окружающих взрослых. Буквально недавно, когда я готовилась к этой теме, я увидела очень интересное исследование, научное исследование, когда потестировали на креативность детей в детском саду и воспитателей, музыкальных работников. И выяснилось, что среди детей креативных гораздо больше, чем среди взрослых. Вот как-то мы не всегда позволяем себе быть творческими, а для того, чтобы дети начали творить, они должны видеть, как это делаем мы сами, и вот тогда творческий процесс уже начнется. Что мы должны прежде всего сделать для того, чтобы ребенок начал творить? Ну, прежде всего, это обогащенная спида, в которой есть результаты творческой деятельности других людей, то есть ребенок видит, как это делают, и множество предметов, источников информации и материалов для того, чтобы можно было создать свое. Образцы творческого поведения других людей и определенный уровень социализации и отсутствие жестких поведенческих стереотипов. Собственно говоря, я резюмировала то, что сейчас сказала, а теперь давайте посмотрим поподробнее по каждому из этих пунктов. Что такое обогащенная образовательная среда? На самом деле, этот вопрос, с которым бьется любой педагог дошкольного образовательного учреждения, потому что в ГОСДУ все должны создать вот эту обогащенную образовательную среду, а сделать это сложно, потому что нет некой логики, по которой бы это создавалось. Что мы должны здесь предусмотреть? Обилие разнообразия информации, поступающей из разных рецепторов, то есть предметов должно быть много, они должны быть разные. Среда должна дать ребенку возможность формировать практическое мышление, то есть не только посмотреть, потрогать, пощупать, но еще и попробовать, что сделать самому. Там должно быть много предметов, которые вызовут и удовлетворят естественное любопытство ребенка, и там должно быть много предметов, которые ребенку еще не совсем по силам. То есть предметы, до которых ребенок должен дорасти с помощью взрослых, с помощью каких-то других источников информации, но предметы должны быть, которые действуют, которые работают на опережающее обучение. И детские события в последнее время, я знаю, что начали заниматься этим вплотную, и в группах появились такие чудесные вещи, допустим, как глобусы, как телурии, модели солнечной системы, карты звездного неба, микроскопы, целые химические лаборатории, режиссерские пульты, типографии и так далее. То есть ребенок уже получает свое распоряжение, достаточно серьезные материалы, инструменты, с помощью которых ему будет очень удобно расти и очень легко получать нечто новое и интересное. Весь игровой материал, который присутствует в нашей среде, мы можем разделить на три вида. Здесь нет хорошего и плохого, они все должны присутствовать. Первый вид – это готовые игрушки, то есть это образцы как раз творческих деятельностей людей, которые были в предыдущем поколении. Ребенок видит, что получилось у людей уже на этот момент, он знакомится с плодами творчества людей. Второй вид – это полуготовые игрушки, то есть это игрушки, которыми, чтобы поиграть, нужно соединить части вместе. Это разрезные картинки, кубики, пазлы, разнообразные конструкторы, разборные модели. Ну и третий вид – это игрушки-материалы, которые тоже должны присутствовать. Это песок, глина, дерево, картон, бумага, ткани, упаковочные материалы. Короче говоря, воспитатели меня поймут. Все, что плохо лежит дома, приносится в группу и становится объектом, вернее, инструментами для творчества наших маленьких творцов. Ну и как раз, если вот все виды игрушек присутствуют, то ребенку творить очень удобно. У него есть образец – это первый вид, у него есть технология – это второй вид, и у него есть материал для того, чтобы создавать нечто новое – это третий вид. Постарайтесь, пожалуйста, обратите внимание, чтобы у вас игрушки были разные, и в том числе игрушки с высокой степенью и символичностью. Вот посмотрите, пожалуйста, на две машинки. Здесь у нас слева красный автомобильчик, сделанный из пластмассы, может быть, из металла, тут непонятно. И слева автомобильчик, сделанный из дерева. Вот какая игрушка будет функциональнее, слева или справа? Давайте проголосуем в чате. И если возможно, объясните, почему вы так решили. Слева красная, справа деревянная, не раскрашенная. Левая, правая пока? Угу, правая. Здорово, если кто-нибудь еще напишет, почему. О, справа, 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 слева более яркая. Ага. А справа почему? Кто вот за правой проголосовал, напишите почему. А правую можно раскрасить. Ага. А справа развивает творчество. Справа, слева. Ну, у нас справа с таким большим отрывом побеждает. Смотрите, правая прекрасно, она более яркая, она очень красивая, но она только легковой автомобиль. А вот та, которая, вернее, слева яркая и красивая, но только легковой автомобиль. А вот та, которая справа, она может быть легковым автомобилем, скорой помощью, машинкой инопланетян, машинкой из будущего. Если к ней прицепить за веревочку еще чего-нибудь, то она может стать и паровозиком, трамваем, троллейбусом и так далее. То есть на самом деле функциональность этой игрушки больше. Еще и можно массаж делать и распрасить. Благодарю за этот ответ. Это очень здорово, просто хочется поаплодировать. Да, ее можно использовать как массажер. Уважаемые коллеги, вы очень креативны и это просто здорово. Ну, надеюсь, что суть понятна, поэтому вот такие вот игрушки с высокой степенью символичности как раз у вас в арсенале должны быть для того, чтобы фантазия ребенка могла развиваться. Материалы для творчества. Их должно быть много. Они должны быть в свободном доступе. Они должны быть такими, что их можно применять самостоятельно, не боясь, что их взят, подавятся, отравятся и так далее. Они, естественно, стимулируют развитие, но самое главное, что я вам советую, и, собственно говоря, это не только мой совет, но и совет практиков, они должны содержаться в идеальном порядке. Вот на самом деле творческий беспорядок, он совсем не творческий, потому что, как психолог скажу, что для того, чтобы найти в неком хаосе творческого беспорядка то, что нужно, тратится драгоценное время, силы, возникает такая некая агрессия по отношению к себе или к тому, кто беспорядок организовал, но творчество это не способствует. Поэтому вот обратите внимание на эту картинку. Видите вот такие вот карандаши, которые разложены под цветом, да, краски, которые стоят в одном месте, ну вот хотя бы какая-то видимость порядка. И если у нас материалы для творчества расположены в порядке, тогда нам легко их взять, использовать и потом точно так же привести в порядок для того, чтобы следующий ребенок мог воспользоваться ими так же легко. Кстати, если уже говорить, то, допустим, в системе Монтестори, которая заточена на развитии индивидуальности человека, это очень жесткое условие. Поиграл, прибери за собой, сделай, как было. Поэтому вот творческие лаборатории должны быть в порядке. Образцы творческого поведения. Естественно, продукты творческой деятельности, но и самое главное наблюдение за творческой деятельностью взрослых. Поэтому, если вы воспитатели, педагоги, родители, не бойтесь поступать так, как поступает дама вот на этой картинке. Залезть руками в краски и показать ребенку, что это здорово и что взрослые способны так же радоваться этому, как и детям. И вот теперь очень важная вещь, про которую буквально недавно говорила на консультации, так получилось, это право на ошибку. Помните, вначале я говорила о том, что слишком жесткие требования, они гасят детское творчество. У нас это иногда получается само собой, и мы лишаем детей иногда и себя, очень часто себя тоже лишаем вот этого самого права на ошибку. Смотрите, нам свойственно всегда очень сильно увеличивать сцену ошибки. Ну, допустим, ребенок взял и испортил лист бумаги, он вырезал не так. И если мама очень ответственная, она может сказать, ну вот, ты испортил лист бумаги, теперь у тебя листа бумаги нет, ты все сделал неправильно, ты потратил свое время, мои деньги, ну и вообще как ты будешь жить такой безответственной. Вот звучит немножко смешно, если бы это не было так печально, и если бы я не слушала вот такие вещи в множестве и множестве вариаций. То есть одна маленькая ошибка уже пророчит нашему ребенку некое мрачное будущее, ну, практически жизнь под забором, потому что он испортил лист бумаги. Вот это сложно очень из себя вытравить. Поэтому, если вы хотите раз и навсегда разрешить детям и себе ошибаться, тогда вводите понятие цена ошибки. Вы выбираете себе денежный эквивалент некий, вот в пределах которого вы позволите ребенку ошибаться вот просто так, без всяких санкций, даже без вашего недовольства. Ну, пусть это будет, ну, 500 рублей. Согласитесь, что 500 рублей – это, конечно, потеря, но это не смертельно в большинстве случаев. Если, конечно, это не последние 500 рублей перед зарплатой, но так бывает не всегда. Ну, вот 500 рублей. Смотрите, что может вместиться в 500 рублей, если касается каких-то, допустим, канцелярских товаров, еще каких-то материалов. Это довольно много. Ну, и возьмите себе такое правило, что если ребенок ошибается на сумму меньше, чем 500 рублей, это его ошибка, с которой он извлечет опыт, и вы ему ничего не скажете. То есть вот этой цепочке, которая заканчивается в мрачном будущем, как он будет. Сумму эквиваленты вы определяете себе сами, ну, и просто перестаете беспокоиться за ошибки ребенка. Здесь можно сделать другое. Если что-то получилось не так, то, наверное, будет очень логично автору ошибки немножко пожалеть и сказать, ну, ничего. Это драгоценный опыт. Посмотри, ты делал вот так. Давай посмотрим, почему не получилось. Вот у тебя еще 20 листов бумаги, и, пожалуйста, ты можешь практиковаться на ней сколько хочешь. Закончатся эти 20, под идеей, да, там тебе еще 50, режь ты ее на здоровье. Вот. Это позиция взрослого, которая ребенку помогает действовать без страха, без страха осуждения, без страха ошибки. И как раз, когда ребенок действует без страха, то появляются вот такие вот чудесные вещи творческие, которые мы как раз и ждем от наших детей. Этапы творческого процесса. Почему это тоже важно? Потому что вы наблюдаете, как дети это проходят. И если какой-то этап не состоится, если вы ребенка поторопите, то творчество тоже может не состояться. У творческого процесса есть предшествующая подготовка всегда. То есть, когда ребенок получает в свое распоряжение материал огромный и начинает его как-то перекомбинировать. В это время его мышление работает очень и очень быстро и очень напряженно. Именно то мышление, которое рождается в коре больших малышарий, то есть там, где мы думаем словами. Ребенок заканчивает эти перекомбинации. У него есть некий вопрос, проблема, которая требует решения. Он пробовал много и много вариантов и не нашел ответ. И мозг тогда, не находя ответа в сознании, в коре погружает вопрос в наше бессознательное. Творчество, оно очень бессознательно. Но вспомним замечательные хрестоматийные примеры, когда один ученый залез в ванну и открыл закон физики. Второй сел под дерево отдохнуть, получил яблоком по голове и открыл закон финирного тяготения. А Менделеев просто увлекся спать и периодическая таблица ему приснилась. Согласитесь, это все моменты отдыха. Это как раз второй момент инкубационный, когда вроде бы мышление человека не занято поиском решения проблемы, но мозг работает, функционирует и в его глубине рождается некое решение, которое в конце концов наше бессознательное выдает как инсайт. Некое озарение, вспышка и всегда непонятно откуда оно взялось. В основном это происходит, когда человек меньше всего ожидает. Ну вот, вспышка инсайд состоялась, у человека есть решение, и дальше уже идет осознанная, достаточно осознанная проверка. Человек проверяет на правильность свой инсайт, и вот это решение границ обтачивает для того, чтобы оно было идеальным. Понаблюдайте за собой, за детьми, и самое главное, дать детям время на то, чтобы все эти ситуации прожить. То есть решение какой-то проблемы, которую ребенок не решил, оно может прийти на следующий день, через неделю, или даже чуть больше. Он имеет на это правильность. Ну и основные параметры креативности, как раз те параметры, по которым оценивают человека на креативность, это бедлость, то есть способность выдавать большое количество идей за небольшую единицу времени, это гибкость, это способность применять разнообразные стратегии при решении проблем, оригинальность, это когда человек выдает нечто нестандартное совсем, и разработанность, то есть кроме того, что выдать идею, человек должен еще и ее разработать, и принести другим людям, то есть хотя бы согласно описать. Ключевые качества креативного человека. Что нужно ребенку для того, чтобы стать креативным? Но прежде всего нужна хорошая энергия, то есть ребенок должен быть здоровым, хорошо выспавшимся, накормленным и полным сил. Интеллект. Хотя интеллект и креативность, они не совсем прямо связаны, но все-таки чем больше у ребенка сведений, тем больше у него опять-таки материала для рекомбинации, которые приводит творческая идея. И очень важная вещь, дисциплина, второй раз об этом говорю, потому что творческие люди, которые прославились именно как творцы, они были очень дисциплинированы на самом деле и не разрешали себе сидеть и ждать, когда придет идея. Очень много и благотворно работали на то, чтобы вот к этой идее прийти. Это не та дисциплина, когда человек себя заставляет насильно, но это та дисциплина, когда человек очень радостно организует свою жизнь, потому что ему так нравится, ему так хорошо. Вот, собственно говоря, то, что касается теории творчества, я рассказала. Ну, а теперь будут упражнения для развития креативности, и кое-что мы с вами тоже попробуем. Сейчас я хочу спросить, нет ли вопросов именно по теории, по психологии творчества. Если они есть, то можно задать их сейчас в чате. Если они еще созревают, как акт творения, их можно оставить под конец вебинара, когда у нас будет время для вопросов и ответов на них. Поэтому минутку ждем ваших вопросов и будем упражняться в креативности. Если нет желания, креативность не разовьется. На самом деле, да, вот креативность – это такая вещь, которую истопалка не сделает ребенок, потому что для того, чтобы быть креативным, нужно быть в безопасной среде, иначе, если среда для ребенка опасна, он не позволит себе отключить сознание, расслабиться и дать возможность подсознательному поработать над креативными идеями. Все больше вопросов не возникло, поэтому вопросы попейте под конец, пожалуйста. Прежде всего о том, что самое главное, что общее во всех упражнениях, которые рассчитаны на развитие креативности. Это дивергентное мышление. Надеюсь, прекрасный фильм «Дивергент» все смотрели, понимают, о чем это. Если обычное мышление, которое еще называют конвергентным, оно движется таким образом, есть у нас запрос, есть один ответ. То есть есть какие-то факты, ответ уже готовый, и мы этот ответ берем и работаем с ним. То дивергентное мышление, оно работает несколько по-другому, там есть какая-то проблема нерешенная, ответа у нее нет, но зато возможно высказывать неограниченное количество идей, которые могут привести к ответам. То есть в дивергентном мышлении, в творческом мышлении нету одного правильного ответа, а есть много относительно правильных, которые нужно еще опытным путем проверять на правильность. Но их много. То есть есть бесконечное количество. Ну и еще из общих принципов творческих заданий, чтобы получить что-то новое, нужно действовать непривычным способом. То есть мы всегда себя и детей выводим за некие рамки. Нет ошибок, есть опыт. Чем отличается человек с позиции победителя от человека с позиции непобедителя? Непобедитель говорит, даже не знаю, как это получилось, и надо подумать, кто в этом виноват. А победитель говорит, ух ты, как интересненько получилось, как это у меня так здорово вышло, попробуй-ка я немножечко по-другому. Вот, это про опыт, который не ошибся. Границы условны, то есть границы можно переходить, допустим, границы от живого к неживому, от действия к словам и так далее. Можно совмещать несовмещаемые вещи. И самое интересное, технологии для результата, а не результат для технологий. То есть, допустим, результат занятия по рисованию, на котором результат – это ребенок научился работать разным типом кисточек, или ребенок научился работать с гуашью, это результат технологичный. А вот если ребенок смог выразить свое настроение на листе бумаги, это уже результат креативный. И тот, и другой – это прекрасно, но в креативном творчестве все-таки важны не технологии. Технологии тоже могут совмещаться различные, браться технологии, которые не предназначены, казалось бы, для решения этих задач и так далее. Здесь тоже границы нет. Первое упражнение, оно хорошо для всех. В принципе, оно хорошо для жизни в целом. Очень часто мы начинаем работу с клиентами вот с этого упражнения. Упражнение называется «Семь дорог». Сделать его очень просто. В любой ситуации, которая происходит в жизни, человек должен себе наметить пять, ну или семь выходов. Ну, допустим, я пошел за хлебом, что может случиться? Я могу купить хлеб в булочной и вернуться обратно. Я могу не купить хлеб, потому что его нет, и уйти гулять по городу. Я могу купить хлеб, съесть его по дороге и вернуться за второй булкой и так далее. То есть вариантов много. Хорошо это упражнение тренировать на каких-то более легких вещах, потом переходить уже к жизненно важным. К жизненно важным тоже переходить стоит, потому что упражнение «Семь дорог», когда вы анализируете какое-то очень важное для себя жизненное событие, оно приводит к тому, что вы лишаетесь страха, лишаетесь тревоги и сможете найти наилучший вариант. Следующее упражнение, в которое можно, вернее, это игра, в которое можно поиграть с детками, «Это новая жизнь знакомых вещей». А как еще можно использовать? Ну, вот здесь я подбирала картинок очень забавных и веселых. Как можно использовать, к примеру, стеклянную банку? Взять эту банку, посадить в группу или классу «Кей» и покреативить, а что можно из этих банок сделать. Вы сами удивитесь, сколько ответов выдадут ваши дети. Ну, вот эта вот картинка, где прекрасный, очень красивый, светильник и стерок, меня просто даже вдохновило очень сильно. Следующее упражнение, оно чуть более сложное, «Десли бы я был». Здесь уже у ребенка должна быть достаточно разрустая речь, и вот как раз этой речью можно пооперировать и попридумывать истории очень интересные на тему. А если бы я был, к примеру, носком, а попал в холодильник полный продукт? Что бы я там увидела, что бы я там делала? И ребенок составляет целый рассказ от имени вот этого вот носка. Или что бы со мной было, если бы я был морковкой? А какой бы морковкой я был? Была бы это большая морковка, маленькая, что бы я делала, что бы мне нравилось, как бы я одевался и так далее. А что бы я делал, если бы я был стареньким автомобильчиком? Ну, здесь понятно, что ребенок попадает в некую ситуацию, в которой он не был еще, и ему нужно вот эту жизнь от ошибленных вещей придумать. Тоже очень интересный рассказ. Ну, вот это рай для психолога, это несуществующее животное. Тест, который делал каждый из детей, наверняка, и тест, который каждый из психологов проводил, когда ребенку говорят о том, что нужно создать животное, у которого еще не было. Или создать здание, которого еще в природе нет. И вот здесь дети креативят, конечно, от души. Вот такой вот перекончатый устье Чебурашкина получился, и такое вот интересное здание. Очень интересная и важная вещь – это интуитивное рисование. Его иногда называют правополушарным. Вот то рисование, которое у нас на занятии СИЗО, оно все-таки левополушарное, потому что оно идет от схемы, от некого общего к какому-то частному. То есть мы сначала учим детей рисовать линии, круги, другие фигуры, а потом уже учим на основе этих фигур создавать сюжет на картинке. Правополушарное рисование, оно действует строго наоборот. То есть сначала ребенок получает воспоряжение лист бумаги А4, либо А3. А3 лучше, потому что обычно творчество у нас широко развивается у деток. И вот на этом листе бумаги ребенок начинает творить красками. То есть он рисует просто, что хочет, как хочет. Это могут быть капли, мазки, размазанная краска, набрызганная краска. А потом уже ребенок думает, а на что это, собственно говоря, похоже, и как мне хочется дорисовать вот эту картинку. И я предлагаю вам с детками проделать упражнение, которое называется «Волшебная клякса». Вот здесь результаты есть на картинке. Как делается? Ребенок берет лист бумаги, на бумаге набрасывает краской вот все, что хочет, используя любые краски из набора. И потом вот этот рисунок можно просто свернуть пополам, потом разворачивает обратно, и ребенок начинает думать, а на что это похоже. Может быть, это похоже на бабочку, может быть, это похоже на лесопад, может быть, это похоже на лес еще какой-то, и так далее. И вот уже на основе своих каких-то интуитивных догадок ребенок этот рисунок дорисовывает. Это как один из вариантов интуитивного рисования. Елена Александровна, я вам отвечаю. Это одно из упражнений, их может быть много разных. Еще один вариант, тоже замечательный, это рисование на световых столах. Это, конечно, связано с техникой и неким финансовым вопросом, но вот чем дольше, тем чаще в детских садах начинают появляться и такие приборы, то есть рисование песком. Когда у ребенка в распоряжении есть песок, и его собственные ручки. Почему это очень хорошо? Помните про цену ошибки? Вот здесь цена ошибки, она нулевая. Песок не портится, ничего с ним не происходит. Если картинка не получилась, ее можно размазать снова и начинать сначала. Кроме того, песок – это та рабочая среда, которая очень хорошо расслабляет ребенка. Ну и вот сам цветовой стол. Это очень интересно, это загадочно и деткам нравится. Здесь шедевры создаются. Они, конечно, недолговечные, но опять-таки остаются снимки лучших шедевров, которые могут быть сохранены надолго и даже распоряжаться. Игры со словами, тема развития новых сюжетов. Это тоже очень интересная вещь, когда ребенок уже хорошо разбирается в сказках, когда он уже наслушался, насмотрелся, мы можем ему предложить такую интересную картинку. Ага, Катерина Викторовна говорит, мы рисуем на песке. Здорово. Я думаю, что вам нравится, по крайней мере, это нравится даже гротам. Итак, про новые сюжеты. Например, берем сказку про красную шапочку, ту, которую все дети знают буквально наизу. И предлагаем детям вариант развития событий, а что будет, к примеру, если красную шапочку будет носить мальчик. А мальчик – это будет смелый, волка он не забоится, а еще он знает приемы карате. И сказка каким-то образом разворачивается совсем другим блоком. А что будет, если к бабушке пошла девочка, но шапочка у нее была зеленая? А с зеленой шапочкой в лесу очень удобно прятаться. И волк шел-шел по тропинке, а девочка прошла мимо, и волк ее не заметил. Как развернется сказка? А что, если бабушка была злой ведьмой, заколдованной, а волк ее охранял? А что, если… Ну, я вот нашла несколько картинок, как раз по поводу сказки про красную шапочку, создано немало креативных вариантов. Я нашла такие вот наиболее детские, что ли, варианты. Посмотрите, как это разнообразные художники разворачивают вот этот сюжет. Вот, также можно поиграть с любой знакомой сказкой про репку колобка и так далее, и, возможно, сюжеты, которые создадут дети, и вам тоже очень понравятся. Очень интересная игра «Галерея современного искусства». Детям предлагается сделать экспонаты для «Галереи современного искусства». Перед этим мы рассказываем, что такое галерея, что такое современное искусство, и очень здорово вместе посмотреть альбомы современного искусства и поудивляться. А потом мы говорим, сейчас вы можете сами создать свой собственный экспонат, и у нас вот здесь будет целая галерея. Ребенок сначала должен придумать, что он будет создавать. И вот здесь, в этом упражнении, есть одна очень ценная вещь. Ведь для того, чтобы творчество состоялось, должна быть не только идея, но и воплощение. Иногда от идеи до воплощения проходится очень-очень долгий путь. И бывает так, что ребенок хорошо фонтанирует идеями, а воплотить у него не очень-то получается. И вот раз вот эта работа, эта игра «Галерея современного искусства», она помогает маленькому творцу пройти весь путь от замысла до реализации. То есть замысел у нас есть, и ребенок идет набирать нужные фигуры. Где сейчас скажу. Из нужных фигур он создает свой экспонат. И вот уже в процессе создания экспоната у него могут возникнуть вариации. Допустим, он что-то хотел сделать, но от он здесь ножка, а ножки подломились. И придется немножечко ему изменять конструкцию, для того, чтобы его экспонат мог устоять на полу. То есть вносятся коррективы, ребенок еще ходит за материалом дополнительным, и потом, когда уже все готово, он представляет свое творение зрителям. Вот из чего очень удобно делать «Галерею современного искусства». Наверняка вы все узнали такой набор. Давайте тоже опрос проведем. Что это такое? У кого она есть? Напишите, что это такое. У кого есть еще плюсик, поставьте, пожалуйста. Набор чудесный. Он чудесен как раз своей универсальностью. Нет, не вам это словно. Это дары Фребеля. Так называемый набор Фребек Фребель. Это педагог, который жил в 19 веке, и который первым задумался о том, что ребенка дошкольного возраста нужно развивать и развивать как-то по-другому, не так, как школьника. И как раз он создал первую коробочку из шести даров. Если курсор видно, то вот эти вот цветные клубочечки и вот эти вот неокрашенные фигурки в коробочках – это первые дары Фребеля. Остальное тоже было дополнено на основе его упражнений. Чем хорошо? Что здесь много всего разного, много материала разнообразного. Здесь есть и строительные фигуры, есть здесь и гисер, веревочки, палочки, мягкие шарики. То есть посоздавать есть из чего. Ага, ключики поставили, назвать не называли. Ну, может быть, он называется как-то по-разному. Только часть есть, да. Такие игрушки есть по методу Монтестория, есть, но у нее как-то более синтезировано. Вот здесь дары Фребеля, они интересны тем, что развивают не только мелкую моторику, но и воображение. Причем сам Фридрих Фребель, он предполагал, что ребенку вот этот вот материал должен выдаваться по очереди. То есть он сначала наигрался с одной коробочкой, первые вот эти мягкие клубочки в цветне. Потом он получает себе в дар вторую коробочку, здесь только 8 одноцветных кубиков, из которых можно создать там, ну, порядка 30-40 различных фигур. Когда этот материал истощился, то добавляют еще коробочку, в которой есть треугольные призмы, крыши по-детскому. Потом добавляют еще одну коробочку, где здесь уже есть яркие колесики. И дальше, дальше, больше. Когда ребенок обладел этим материалом, он получает свои распоряжения всем. Вот, то есть для галереи современного искусства, одной коробки даров фрюбеля, в принципе, на группу должно хватить. То, что будет использовать, тем хватит. Вот примерно как это выглядит. То есть здесь можно сделать и плоскостные фигурки, и объемные, и все, что хотите. И еще одно задание, интересное, раскрасить добрые, злые волшебницы. Контуры одинаковые, и вот здесь уже дети должны натворить, как они представляют себе добро и зло. Это задание тоже очень типичное. Это как раз в диагностике. На что похожи эти рисунки. И очень здорово, если вы детям скажете, что дорисуйте рисунки так, чтобы было не как у всех. Потому что, ну, в принципе, здесь стандартные эти вещи, они легко угадываются. Есть утка, есть кошка, есть гора или айзер. Так, а вот превратить их в нечто необычное, чтобы не повторялось, вот это вот уже творчество. Тоже можете попробовать. Следующее творческое упражнение – это поиск причин для событий. Допустим, утром Дима проснулся раньше обычного. Почему он проснулся? И здесь дети могут свои варианты уже предоставить. Солнце еще не ушло за горизонт, но уже стало темно. И у каждого свой вариант. Это солнечное затмение. Мы зашли в комнату, мы надели темные очки и так далее. Много вариантов тоже. Вот можно поиграть и в это упражнение с детьми и потворить. И в той же серии, но здесь уже материал, который мы предоставляем, он графический. Подумай, что случилось. И в принципе на каждую такую рожицу дети могут придумать, ну, тоже очень много вариантов, по крайней мере, у каждого свой точно получится. Подумай, что может произойти в словесной творчестве. Что, если дождь будет идти, не пистолетовая? Что, если люди научатся летать, как птицы? Что, если оживут все сказочные герои, и что, если из крана польется апельсиновый сок? Очень даже здорово, потому что есть над чем поразмыслить. И из той же серии игра, она достаточно сложная, то есть вы ее вводите, когда уже попробовали все предыдущие игры словесные. Это игра, которая очень хорошо расшатывает жесткие границы. Играют два ребенка, либо две группы детей, и каждая команда должна объяснить, почему заданный предмет хорошо или плохо. Но вот хорошо и плохо меняется постоянно. То есть один раз команда говорит, почему это хорошо, а второй раз она должна сказать, почему это плохо. Достаточно сложная для детей игра, особенно сложна для тех детей, которые уже, ну, стали конформистами в силу своего возраста. Семилетки, восьмилетки, они очень стесняются, очень теряются, но тем не менее потом начинают усилиться. Например, первая команда говорит, конфеты это хорошо, потому что сладко. И возражает вторая команда, нет, конфеты это плохо, потому что портятся зубы. Первая команда говорит, сладко это плохо, потому что другая еда покажется не вкусной. А первая команда, тут вот очень сложно, может, допустим, сказать, что испорченные зубы это хорошо, потому что быстро вырастут другие. Ну и так далее. Вот игра продолжается, чем дальше, тем она становится сложнее, и тем интереснее решения, которые дети в этой игре находят. Игра с признаками предметов. Тоже из той же серии, которая расшатывает границы. Назови предметы, которые похожи на человека, потому что у них есть ноги, у них есть руки или ручки, они могут создавать звуки, они могут пить, они могут греть. То же самое можно уже найти много таких предметов. И здесь мы с вами вплотную подходим еще к одному очень интересному явлению. В педагогике 20 века это триз, которая была изобретена в 1946 году в России. Теория решения изобретательских задач. Посмотрите, вот это же тоже творчество, инженерная работа. На самом деле сейчас очень много таких явлений в нашей жизни, которая требует и от человека, который связан с машинами, с технологиями, тоже решения каких-то творческих задач. Но вот один из примеров, который я видела прямо рядом с тобой, это крупная металлогическая корпорация, в которой было много нерешаемых проблем на производстве. И в конце концов эти нерешаемые проблемы отдали детям на растерзание. Дети прошли технологию ТРИЗ, они решили вот эти проблемы, их внедрили на производство, причем решения были достаточно интересными, легкими и дешевыми. Дети были награждены хорошим летним отдыхом и все остались довольными. Что такое ТРИЗ? Это технология очень быстрого и сильного мышления. ТРИЗ – это технология, когда по особым алгоритмам ищется поиск выхода из трудной ситуации. Ну и, собственно говоря, это технология, готовая к придумыванию нового изобретения. Вот смотрите пример ТРИЗовской задачи. Преобразование. Волшебная дорожка. Берется один предмет. Допустим, это кружка. Что такое кружка? Это предмет, из которого можно ввести. И мы должны вот к этой кружке добавить некие части от рюкзачка, добавить размер от воздушного шарика и свойства яблочков. Ну и на выходе может получиться очень даже замечательная кружка, к примеру, которую можно носить за собой на ручке, на веревочке или носить за плечами, которая как рюкзачок может сохранять тепло или которая может быть мягкой, но водонепроницаемой, кружка, которая может увеличивать свой размер в зависимости от того, что там налито. Это дети выдали. Если, допустим, там налита микстура от кашля горькая, то кружка становится маленькой. Если там налит сладкий компот, то она становится огромной, как воздушный шар. Ну и свойства яблочков. Тут уже разнообразно, например, запах, например, цвет, глянцевость и так далее. Вот такие дорожки можно здесь не собирать. Ну и тоже призовская игра – это игра «Теремок». В «Теремок» приходят разные жильцы, но это жильцы не зверюшки, как мы привыкли, а разные предметы. Ну, например, линейка, аккордеон, скакалка и так далее. Пусть пришла первая линейка, заняла «Теремок», и вот к ней приближается новый участник игры, например, аккордеон. Он стучится в дверь и просит его пустить, а хозяйка говорит «Я тебя пущу, если ты докажешь, что мы с тобой похожи». И вот здесь дети должны найти общие свойства предметов и о них рассказать. Ну или вот такая аккордеонская задача, которая, собственно говоря, уже почти решена. Как можно совместить телефон и таблетки, телефон и ручку, телефон и еду, к примеру, телефон и игрушку, телефон и документы, телефон и фамилионов. Ну, некоторые решения уже есть, потому что игрушки в телефоне есть. Документы, собственно говоря, практически тоже есть, потому что мы уже расплачиваемся телефонами. И дальше все идет к тому, что документы тоже будут в телефоне. Ну, по крайней мере, билеты в кинотеатр уже можно в телефоне носить, билеты на поезд и так далее. Вот, остальные додумайте сами или додумайте со своими детками. Это вариант игры для школьников. Конечно, они уже более сильно обладают инженерным мышлением. Ну, собственно говоря, это вот те примеры, которые я вам хотела показать и рассказать. Но это одна миллиардная часть того, что мы можем придумать. Поэтому я ставлю финальный слайд со своими координатами. Вам я желаю творить, творить, еще раз творить и быть всегда веселыми и игровыми. И сейчас можно задать вопросы прямо в чате, и я на них с удовольствием отвечу. Спасибо вам, что были. Очень приятно было быть в такой веселой компании. Спасибо, спасибо, спасибо. Но вопросы тоже очень ценные. Спасибо. Когда еще будет такая тема? Интересный вариант. Спасибо большое. Да, с праздником всех психологов. Спасибо вам. Ну, видимо, вопросов не будет, поэтому я завершаю, я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо коллег-психологов с праздником, педагогам замечательной работы и хороших выходных. Благодарю вас всех, что были здесь. И до новых встреч. До свидания.